Эту тему более подробно обсудим с российским оппозиционным политиком. Леонид Гозман с нами на связи. Леонид Яковлевич, здравствуйте. Рад вас приветствовать. Добрый вечер. В свою очередь тут, знаете, вот в материалах, в материале, который подготовили наши корреспонденты, шла речь обобщенно, да, о всех делах. Но вот очень часто мы и в наших эфирах от наших гостей слышим такое сравнение Путин-Сталин. Вот период репрессий. Понятное дело, что времена были разные. Возможно, были разные методы, но для вас вот репрессии Путина и репрессия Сталина против своих же россиян. Вы можете провести такие параллели? Ну, понимаете, они как бы, с одной стороны, они очевидны, потому что это безумные срока, которые получают люди. Получается, совершенно ни за что. Это, конечно, напоминает то, что было при Сталине. С другой стороны, сталинский режим от путинского, или там, путинский от сталинского, отличается очень серьезно. И я бы назвал, ну, как минимум, три момента. Во-первых, конечно, репрессии Путина пока по массовости до Сталина еще все-таки идти и идти. По жестокости, бессмысленности, произволу, да, это, конечно, сталинское. По масштабу это все-таки пока еще не сталинское. Пока еще, вот, я недавно видел, недавние какие-то расчеты, где-то 540 с чем-то политических заключенных сейчас в России. Ну, я бы, конечно, слышал такую цифру, да. Ну, это все-таки не полтора миллиона там и так далее. Вот, так что Путина еще есть куда стремиться. Второе отличие путинского режима от сталинского стоит в том, что сталинский режим был мессианским. Сталинский режим, так же, как и гитлеровский, нес на своих штыках, на своих знаменах какой-то образ будущего. Это будущее и у Гитлера, и у Ленина Сталина было преступным, отвратительным, ужасным там и так далее. Но тем не менее оно было, кто-то в это верил, кто-то этим вдохновлялся. У Путина будущего нет вообще. Вот самого такого яркого сторонника, ярого сторонника Владимира Владимировича, если вы будете спрашивать, а что будет через 10 лет? Он скажет, что через 10 лет мы не позволим, чтобы нас поставили на колени. Ну, отлично. А что еще? А у нас не будет гомоскасуальных браков. Отлично. Это все то, чего у вас не будет. А что у вас будет, ребят? Что у вас будет-то, да? А вот что у нас будет, это не говорится вообще никогда. Вот. И еще одно отличие сталинского и путинского режимов. Оно как бы в пользу все-таки нашего времени очень сильно. Дело в том, что Путин пока не демонтировал до конца рыночную экономику. Ну, то есть он, конечно, действует в этом направлении. Последние там шаги типа национализации Фортума. Это, конечно, возвращение к социализму. Но все-таки это пока не до конца. И тут сейчас вопрос вот какой. Успеет ли, что раньше произойдет? Успеет ли Путин полностью демонтировать рыночную экономику и построить полный социализм? Или все-таки он уйдет раньше? Или его уйдут раньше, пока еще рыночная экономика будет существовать? Вот если рыночная экономика будет еще существовать, то у России есть, ну, я не знаю, порадуют ли это ваши слушатели, но у России тогда есть некоторые шансы на возрождение. Я сразу хочу оговориться, что возрождение России возможно только после полной военной победы Украины, полного освобождения вами своих земель, суда над военными преступниками, выплаты Российской Федерации репараций и так далее. Это все необходимые условия, без которых вообще ничего быть не может. Учитывая все те законы, которые были приняты в последнее время, в плане плюжащих российскую армию, оскорбляющих российскую армию, да, да, я прошу прощения, да. Вот тут у нас уже, да, у нас теперь уже за выдачу иностранцам в свете, такое ощущение, что я считаю сводки где-то вот там, я не знаю, 70-х, наверное, годов, да? Ну, если уже посмотреть, ну, вообще, Фондович, это совок, такой конкретный совок, который мы видели в фильмах, причем самое удивительное, что эти фильмы снимались и в Российской Федерации, очень активно, причем много денег в это вкладывали, их показывали на широком экране, на первом, на Россия-24, там, или как там у них называется, я прошу прощения, да. Это все было в открытую, все смеялись над этим, в ужасе вспоминали эту эпоху, и теперь такое ощущение, что взяли, перепрограммировали клеммы, и вот-вот масса, это все... Другой вопрос, все разрушено, разрушена судебная система. Мы говорили с Николаем Полозом и с другими правозащитниками о том, что даже у адвокатов нет возможности по каких-то законных основаниях на законодательстве Российской Федерации защищать, если вдруг, не дай бог, они скажут что-то против правительства. Теперь с этим законом вот за госизмену, то есть получается, что это уже полностью цементируется название судебной системы в Российской Федерации. Но тут, в общем-то, сложно понять по пунктам, о чем идет речь, но тут любое слово, сказанное адвокатом, теперь может восприниматься как содействие врагу. Давайте так, обобщу, врагу. Как это все? Я не знаю, мне сложно понять, это вот настолько абсурдно, что, может быть, объясните, как это вообще будет происходить фактически? Вы знаете, у меня тут сказали, что у нас теперь перефразирует Декарта «мыслью следовательно существую», «мыслью следовательно дискредитирую». То есть, что бы вы ни подумали, это, конечно, дискредитация российских вооруженных сил, Российской Федерации, нашего особого пути и прочий бред. Вот, значит, если всерьез, то понимаете, в чем дело? Вот срока вот эти, они, ну, с одной стороны, они такие пугающие, да? С другой стороны, всем же понятно, и в вашем же сюжете это было, да? Что не то важно, сколько лет дает суд, а то важно, сколько лет просидит дьявол, да? Это понятно совершенно, вот, и есть уже такое выражение ППЖ, пока Путин жив, да? Там, допустим, ты надолго уехал, ну, ППЖ, пока Путин жив, да? Как помрет, вернусь там, ну, и так далее, да? Вот, значит, понятно, что политические заключенные, ну, кто выживет, кто доживет до этого дня, да, они будут освобождены на следующий день после ухода Путина, неважно, каким способом, с поста президента Российской Федерации. Как только он кому-то передаст власть, пусть это кто-то будет совершенно конченый негодяй, это не так важно, вот, но люди будут освобождены. Поэтому в этом смысле, понимаете, дали там Володе Кармульзе 25 лет, дадут пожизненно, дадут 5 лет, там, и так далее, это на самом деле не имеет никакого значения. Понятно, что когда ты попадаешь в рамки системы, то ты оттуда не выходишь никогда, никогда. Мне просто ужасно повезло, что я, так сказать, выскочил оттуда случайно, да? Вот, но я вам скажу, что когда я ждал суда и приговора, то я прекрасно понимал, что сколько бы мне лет не дали, я не выйду никогда, это было совершенно понятно. В смысле, ну, вот, я не доживу просто, а вот Володя, он, вот, которого только что показали, дай ему бог сил, если он, если они его не убьют в ближайшее время, да, то тогда вопрос, кто раньше. Вот, я надеюсь, что раньше все-таки Путин исчезнет с этой земли, и тогда Володя выйдет на свободу. Вот, вот так. А то, что логики нет, ну, так нету логики, а кто ее ищет, понимаете? Кто ищет эту логику? Никто не ищет. Они же приговоры, понимаете, они приговоры объявляют сами себе. То есть не сами себе, не то, что они себя приговаривают, да, они, знаете, есть такое выражение про некоторых людей, говорят, что ему нравится слышать звук своей речи, звук своего голоса ему, нравится слушать, да, и потом говорит, говорит что-то. Вот. А им нравится слушать собственные приговоры, понимаете, 25 лет, пожизненно, еще чего-то. И они, когда эти дела объявляют, то они чувствуют себя такими крутыми, сильными и так далее. К реальной силе это вообще никакого отношения не имеет. Это такая, понимаете, символическая, символическая игра. Леонид Яковлевич, скажите, пожалуйста, вот если мы начали в сравнении со сталинскими временами, ну давайте так, с советскими временами, туда, в принципе, выехать было очень сложно. То есть ты должен либо смириться, либо как-то подстраиваться, либо все-таки идти наперекор системе, и как пелась песня, да, система, ну, короче, не получится, прогнется, если ты хочешь прогнуться, не получится, система тебя все равно прогнет. В данной ситуации, ведь, я так понимаю, что ворота открыты, и это же озвучивается политиками топ Кремля. Ну не хотите, давайте, выезжайте туда, куда вы хотите. Валите, да. И вот, да, валите, да. Ну, вы сказали, я просто повторила за вами, да. Но, в принципе, они, в общем-то, не выбирают язык, они говорят, как им там хочется теперь уже, это, в общем-то, свободная риторика. Вопрос в другом. Для них самоцель выдавить из России остатки интеллигенции, думающих людей и не боящихся. Тогда у меня остается вопрос. А те, которые останутся, не думающие, наверное, боящиеся или не хотящие думать, как же можно ожидать, что что-то изменится в этой стране, даже если это будет не Путин? Если все, кто кто-то хоть как-то могли принимать решение, я, они просто окажутся, ну, по ту сторону, железного занавеса, нежелезного занавеса. На кого же тогда надежда? Ну, смотрите, есть несколько обстоятельств, на самом деле, здесь несколько. Во-первых, в современном мире нет ни одной диктатуры, кроме северокорейской, которая держит закрытыми границами. Ни одной. Все остальные диктатуры говорят, вали, чтобы тебя здесь не было. Целью является власти, удержание власти и создание страны, которую им хочется видеть. Они ее фактически созданы, они созданы фашистское государство. Вот они пока не смогли сделать фашистское общество, но, в общем, всех, кто недовольны, они готовы отпускать. Не всех, конечно, они там уже вводят, уже несколько миллионов человек в России, не имеют права выезда за рубеж. Вот. Но все-таки большинство еще пока может. Теперь насчет того, кто остался, кто уехал. Значит, у меня, среди моих друзей, ну, примерно половина осталась в России. Вот. И они живут в России, продолжают работать, продолжают что-то делать там и так далее. Среди них писатели, режиссеры, публицисты, будете смеяться, да, врачи. То есть, вообще, на самом деле, очень-очень достойные люди. Это неправильное представление, что все думающие и думающие уехали, а остались только недумающие, недумающие или напуганные там и так далее. Это совершенно неправильное представление. Кроме того, вы говорите, а кто будет? Ну, кроме тех людей, которые остались, и их детей, прежде всего, конечно, это, ну, мы грешны, потому что я, например, предполагаю вернуться ровно в тот самый день, когда сменится власть России. Вот. Я недобровольно живу в изгнании, так случилось. Вот. И как только, как только этот режим рухнет, ну, сейчас я не могу возвращаться, но сейчас меня арестуют на границе, и я поеду не домой, а в тюрьму сразу уже, да, ну, как Навальный поехал, но я не Навальный, от моего такого поступка никакого смысла не будет. От его поступка смысл был огромный совершенно. От моего не будет, поэтому я не поеду. Вот. Но как только вот это изменится, я надеюсь, что оно изменится, то я вернусь. И многие, на самом деле, вернутся. Многие вернутся. Так что нет, вы знаете, кому восстанавливать Россию, будет. Ей-богу, будет. Другое дело, что это будет очень тяжело, потому что, ну, это будет так же тяжело, как было тяжело восстановить Германию после нацизма. Потому что та ситуация, в которой мы находимся, это и есть ситуация Германии во время нацизма. Мы сейчас где-то в 43-44 году, наверное, да. Нас ненавидят все, ненавидят за дело. Все правильно, за нами, за нашей страной, за нашим, так сказать, сообществом россиян, русских, да. Страшные преступления, жуткие преступления, совершенные нашим именем на вашей земле, вот, за которые нам, так сказать, прощения не будет, скорее всего. Но, тем не менее, вот, немцы смогли восстановить. Немцы смогли. Вот я сейчас в Германии, да, волю и судеб. Ну, слушай, прекрасная страна. Прекрасная страна, совершенно, да. Вот. А что это было в мае 45-го? Руины. Руины и всеобщая ненависть. Ничего другого не было. Ничего смогли. Смогли и восстановили, да. С помощью всего мира, там, и так далее. Я надеюсь, что мы тоже будем восстанавливаться. Разумеется, мы должны строить страну, которая не будет грозить соседям, которая откажется от имперских, там, всяческих идей, там, ну, которая, как я уже говорил, выдаст своих военных преступников, будет выплачивать репарации вам. Ну, это, само собой, без этого, без этого никуда не денешься. Вот. Ну, и так далее. А вот этот парень, который сейчас, которого сейчас показали на трибуне, ну, конечно, хотелось бы, чтобы он был под судом, но, слушай, как сложится. На днях общался с популярным украинским режиссером, крымским татарином Ахтеномом Сейтаблаевым, и вот мы как раз на эту тему с ним говорили, кстати, на репрессии, кстати, в целом того, а как в целом можно сменить власть Путина, и как это могут сделать люди, сами россияне. И вот он высказал такую интересную мысль, хочу ею с вами поделиться. Он сказал, что, понимаете, вот не большинство, но часть россиян, которые сейчас верят российской пропаганде, верят в то, что, ну, если я не ошибаюсь, вы иноагент, да, по мнению кремлевской власти. Ну вот, вы иноагент, совершенно опасный человек, да, по мнению кремля, но, в свою очередь, вот у этих россиян, которые в это верят, и если даже самые очевидные факты появятся того, что вот путинский режим, он неправ, и он несет только зло, вот эта категория россиян ни в коем случае этого не признает. Они будут верить в откровенную, простите за жаргон, дичь, вот откровенное вранье, что ракета с Черного моря, с временно оккупированного Крыма летела на территорию Украины, и это не российская ракета, и что в Умань попала ракета российская, это не российская ракета, не все так однозначно. Вот, да, вот эти россияне, вот эта часть людей, они будут до последнего биться, но отстаивать позицию Путина, позицию Кремля. Вы согласны с этим? И да, и нет. Такие люди, разумеется, есть. В любой стране есть сумасшедшие люди, которые вот верят в такие глупости, и в мае 45-го в Германии тоже было некоторое количество немцев, которым хоть кол на голове тиши, они все равно говорили, что фюрер был прав, концлагерей не было, это все придумали, жиды проклятые и так далее, ну, господи боже мой. Но этих людей не очень много, их не очень много, я думаю, их несколько процентов, не более того, вот. И я вам скажу вот что, они есть в любой стране в любое время. Просто иногда они поднимаются наверх, вот это вот дерьмо, простите, все всплывает наверх, понимаете, и становится очень таким заметным, да. А в других случаях они сидят себе там под лавкой где-то в своих каких-то таких люмпинских анклавах и там водку пьянствуют и все. В основном люди в России настроены совсем не так. Вот я вам скажу, смотрите, есть опросы общественного мнения, которые показывают, как, значит, все там любят Владимира Владимировича и так далее, да. Но, во-первых, если бы это было так, то они бы не зверели так, как они звереют сейчас. Понимаете, если ты уверен в отношении к тебе большинства граждан, то тебе наплевать на то, что говорят отдельные там смутьяны, диссиденты и так далее. Ну, вы скажете про этих людей, что они рабы, да? Вот это рабы, которые вот стоят против ментов. А у меня есть еще личный опыт. Вы знаете, я, ну, так сказать, возможности общения с собственным народом я был лишен еще в августе, когда-нибудь в начале августа, в конце августа меня арестовали. Вот, а до этого я, так сказать, общался очень активно. Ну, что я общался активно, не то, что бегал по улице и к людям приставал, но я просто жил под Москвой, ездил каждый день в Москву, а ездил я не на машине, поскольку у нас пробки дикие, и я совершенно не мог их выносить. И я ездил на электричке, на метро, ходил пешком и так далее. Вот, извините, такое долгое выступление, меня узнают на улицах. Понимаете, вот меня на самом деле на улицах узнают. Разумеется, там есть люди в тысячу раз более известные, чем я, но на меня тоже узнают. И каждый день, каждый день ко мне подходили люди на улице, там, что-то говорили там и так далее. Вот. Вот я вам скажу. За все годы, за все годы моего такого публичного противостояния Владимиру Путину, у меня не было ни одного негативного контакта. Не было случая, чтобы ко мне подошел человек на улице и сказал, что ты, сукин сын, за деньги Госдепартамента или, значит, этих самых жидобандеровцев нашего Путина поносишь там и так далее. Вот не было ни одного такого случая, ни одного. А в паблике, так вот, ну, на заметной такой, так сказать, на позиции я с 2008 года. С 2008 года меня стали узнавать на улицах, да. Вот. И чем дальше, тем больше. Вот. Ни одного такого случая не было. Зато каждый день, каждый день подходили люди и пожимали руку там и так далее. Более того, я вам скажу. Охранные войска, охранные войска Путина, да, казалось бы, опора, претерианская гвардия, да, там, несколько лет назад на одном митинге задерживают меня, ведут, значит, в автозак два бугая. Я им говорю, мужики, говорю, а вам несовестно? Вот. Сейчас кого-то грабят. Где-то, может, девчонку насилуют, да, не дай бог. Вот. А вы, здоровые, тренированные парни, вы Путина от меня защищаете? Ну, что за... Как вам вообще несовестно, да? Они прям даже остановились и говорят, да нам этот Путин, да-та-та-та-та-та-та-та-та, и дальше идет сплошной мат. Понимаете? Сплошной мат. Там, где меня держали за решеткой, там, ну, минимум половина, если не больше охранников, старались улучшить момент, когда мы оказывались вне зоны камеры, ну, вот, они-то знают, где камеры видят, а где не видят, да, и выражали уважение, пожимали руку там и так далее. Ребят, нету у него поддержки в стране, нету. То есть, она минимальна. Если бы она была, если бы он действительно был таким, такой, знаете, эманацией России, да, то, смотрите, вот сейчас, когда Международный уголовный суд, вы упоминали его здесь, когда Международный уголовный суд выдал ордер на его арест, то тогда было бы возмущение в стране. Понимаете? Страна должна была бы возмутиться. Люди должны были выходить на стихийный какой-то протест, там, не знаю, пойти к посольству Нидерландов, закидать его помидорами, там, еще что-то такое сделать. Но этого же не было, ничего этого не было абсолютно, да, абсолютно. Вот. А вот таких вот парней, как тот, которого сейчас тащат в тазак, винтят, да, значит, у нас арестовано порядка 20 тысяч человек уже. 20 тысяч. Вот. Так что, ничего, ну что ж, сопротивляемся как можем. Ну что ж, знаете, тема настолько большая, обширная, что ее стоит обсуждать, я не знаю, часами. Но все по порядку. Вам огромное спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. Я напомню, что героям слава. Я напомню, что Леонид Гозман был на прямой связи с нашей студией.